всем привет с вами канал все про android и сегодня речь пойдет о новом типе блокировки которую нам предлагает google в своем новом приложении от google который называется smart lock для начала рассмотрим что это такое и посмотрим что нам предлагает данное приложение вот она называется smart lock для того чтобы его использовать и включить необходимо сначала установить любую блокировку вашего экрана то есть это будет или блокировка графическим ключом или пин-код или паролям у меня здесь еще и но код есть ну мы будем рассматривать на примере пин-кода для того чтобы быстро все это дело организовать данная функция есть у всех настраиваем пин-код готово здесь галочки уставляем на свое усмотрение и и теперь переходим подкладку безопасность которая находится в подкладке общие для того чтобы активировать данную функцию она у меня уже активирована но я покажу где это все дело находится для того чтобы не возникло никаких проблем у тех как у кого данная функция не активировалась после того как вы установили блокировку и так в разделе безопасность есть подкладочка которая называется trust agents то есть trust агент вот здесь необходимо включить данную блокировку видите что она у меня включена и после чего мы сможем делать всевозможные изменения то есть устанавливайте пин-код заходите во вкладку безопасность включаете trust агента этого и теперь мы сможем настраивать блокировку нашего экрана по всевозможным параметрам smart lock нам предлагает да при каждом изменении необходимо будет вводить пин-код поэтому приготовьтесь что настройка будет вот такая значит первая подкладка это надежное устройство в этой подкладке если вы используете какую-то bluetooth гарнитуру метка nfc на вашем смартфоне активно то при нахождении данных устройств смартфон сам будет снимать блокировку и будет активироваться тут хоть часы bluetooth система громкой связи в автомобиле метка nfc на док станции или в автомобиле я рассматривать это не буду поскольку у меня нету сейчас возможности продемонстрировать как это работает но я думаю что здесь все будет понятно безопасные места использовать данную подкладочку можно только если у вас будет включен gps ну я думаю что данная именно настройка smart lock немногих заинтересует поскольку для работы необходимо чтобы было всегда включен включен gps а это чревато тем что будет огромный расход батареи ну если у вас возникнет желание проэкспериментировать вам необходимо включить gps выбрать место из google карт и добавить данное место в эту подкладку и при обнаружении при помощи передатчика gps ваш смартфон будет автоматически разблокироваться следующее идет распознавание лиц как это все дело работает мы сейчас посмотрим здесь есть вот такая вот подсказочка что если ваше там лицо не распознается вам необходимо будет вести пин-код поскольку у нас пин-код уже есть то мы можем активировать эти настройки обязательно поставьте смартфон на уровне глаз для того чтобы произошло считывание сейчас мы это дело проверим вот наше лицо отсканировано и теперь мы сможем активировать данную под функцию опять есть готово то есть все великолепно возвращаемся проверяем чтобы не было других блокировок включены и сейчас посмотрим как все это дело работает блокируем свой смартфон сожалению мне нет возможности сбоку показать как это все дело будет выглядеть я сейчас просто нажму вот у нас пин-код и помещаем телефон на свой уровень видите что смартфон сам разблокировался сейчас еще раз для того чтобы было видно как в левом вернее в правом нижнем углу отрабатывает камера запрашивает пин-код вот я телефон держу внизу то есть видите что у нас идет поиск вот здесь вот камеры как только я вывожу телефон на уровень лица наш смартфон разблокируется и не надо вводить пин-код такая вот интересная возможность ну довольно таки скажем да приятно все что связано с технологиями меня всегда радует поэтому такая вот у меня неадекватная реакция далее пин-код опять вводим сейчас мы раз рассмотрели возможность при подключении надежным устройств безопасные места распознавания лиц мы сейчас отключим для того чтобы перейти к следующему этапу это у нас будет физический контакт если мы включим данный тип блокировки то как только вы положите свой смартфон он будет по истечении определенного времени заблокирован блокируем его вручную и если вы поднимите смартфон в руки то видите что у нас не запрашивает пин-код ну это вообще скажем так ничего вот физический контакт сейчас поднимем я его глюканул ну до этого работал великолепно то есть видите что как только смартфон в ваших руках срабатывает акселерометр и срабатывает блокировка по физическому контакту как видите что как все продукты google они изначально не доработаны вот такая вот произошла прямо на при съемке видео с моим смартфоном неприятная история то есть не отработал по данной подфункции но ладно на этом в принципе останавливаться не будем перейдем к следующему подпункту это распознавание по голосу а у меня включено распознавание по голосу почему-то я сейчас это дело все отключу почему включено хотел выключить да я когда настраивал видимо упустил и так мы отключим для начала по физическому контакту чтобы нам ничего не мешало и вот проблема может возникнуть у вас при вот этому вот под пункту распознавание по голосу вот эта галочка включение и выключение будет неактивно сейчас я расскажу что для этого необходимо сделать и как все это дело организовать возможно она у вас будет активно если у вас в настройках приложение google выставлен язык по умолчанию английский переходим в настройки google вот такой вот значок именно данного приложения и вот здесь языки если у вас написано основной язык русский россия дополнительный английский то функция разблокировки голосом не будет работать что нам необходимо сделать необходимо зайти в это подменю выбрать вот у нас стоит галочка на английский зажать и удержать и английский будет выбрать выбран основным языком и появится возможность разблокировать ваш смартфон при помощи голоса сейчас посмотрим как все это делом выглядит от настроек можно выйти поиск да будет осуществляться на русском языке никаких последствий именно выбора английского языка как основного для вашего смартфона не несет только что появляется возможность именно использовать ваш телефон использовать разблокировку голосом сейчас мы снова перейдем в настройки блокировки и активируем функцию разблокировки голоса мы посмотрим как все это дело работает блокировка экрана снова smart lock выбираем пин-код распознавание по голосу и у нас появилась возможность активировать эту галочку после того как мы поставили язык английский по умолчанию это важная функция и не забудьте что она не будет активироваться пока вы не включите именно язык по умолчанию как английский ну сейчас галочка у нас активирована еще раз проверяем все наши блокировки для того чтобы остальные блокировки были выключены кстати вы можете задать и несколько блокировок smart lock вновь проверяем видите что для изменения настроек всегда будет спрашиваться пин-код значит так надежное устройство отключено безопасное отключено распознавание лиц отключено физический контакт отключено включено только распознавание по голосу и теперь мы блокируем наш смартфон и проверяем как будет это все работать окей google видите что наш смартфон разблокировался просто по голосу я не вводил никакого пин-кода вот такая вот интересная функция разблокировки вашего смартфона о настройках именно приложение ok google можно будет посмотреть сейчас он будет у меня задавать мне все возможные вопросы надо его вырубить как только я говорю именно эту фразу ok google вот он у меня начинает работать ну это скорее прелесть чем недостатки по активации вот это вот функции можно будет посмотреть вот это видео как настроить скажу сразу что не на всех смартфонах доступно еще данное обновление но кто обновился у кого появилась именно smart lock функция вы можете настроить все типы блокировки как я уже говорил все великолепно работает ну к сожалению вот в полном объеме как это выглядит все со стороны у меня продемонстрировать нет такой возможности нет сейчас под рукой камеры и так перейдя во вкладочку smart lock вы сможете настроить блокировку вашего смартфона по надежным устройством безопасным местам распознавание лица распознавание по голосу и по физическому контакту в общем то все функции я рассмотрел рассказал как активировать именно смартфон момент интернет соединения нестабильно вы можете повторить попытку позже ладно я же не говорил ничего что-то у меня начала языки начали подгружаться обновление данных ну хорошо видите что активировалось обновление синтезатора и в общем то на этом я буду заканчивать подписывайтесь на канал оставляйте комментарии до новых встреч